всем привет народ с вами варчик и в этом видео я расскажу как бы я делал игру world of times как бы я переделал те функции которые есть в игре и как я вижу world of tanks такой который я хочу чтобы там преобладал хороший нормальный спокойный интересный геймплей а не всякая билиберда и выполнение дебильных заданий в бою сейчас никто не занимается основой игры все заняты какой-то своей дурацкой задачей также я еще хотел сделать более обширным это видео и внести сюда обзор обновлений за долгие года и как портилась игра что туда вводилась и как бы я это видел что там неправильного где нас обманули но это будет в другом видео обзоры обновлений если руки дойдут я сделаю там просто жесть там столько обманов и неправильных вещей введено в игру просто капец ну ладно с этим в другой раз а сейчас мы поговорим про world of times как его нужно делать правильно и так для начала нам нужно избавиться от тех вещей которые портят геймплей и раздражают игроков в первую очередь нужно остановить этот дурацкий конвейер выпускания патчей по какому-то своему графику и просто выплевывание полупустых кривых патчей лишь бы были в срок это просто бесит и они не нужны эти патчи конвейер зачем для чего нужно остановить все это и исправить все старые баги которые есть привести игру в играбельное состояние не нужно выплевывать новые патчи один за одним и вносить еще больше багов это первое следующее нужно избавляться от тех вещей которые раздражают игроков арта фугасы голда прем танки отметки карты лбз и всякие дурачки которые заходят в бесплатную группу заниматься херней это как и детишки маленькие и всякие алкаши старые и так давайте по порядку начнем с того что нужно в первую очередь сделать это нужно в первую очередь сделать одну арту на бой убрать у нее большой сплэш и оглушение все арта вот будет довольно что там наносит урон и наказывает те кто ведет себя в бою довольно такие безалаберно и сильно подставляется с другой стороны люди которые попадают под арту они не будут ловить фокус они не будут в оглушении у них не будет чрезмерно поломок много в танке у них не будет фокуса от арты не будет фокуса по xvm и не будет фокуса из-за того что он играет активно арта фокусит если вы играете чрезмерно активно и если вы с фиолетовым аккаунтом то есть все эти вещи пропадут если убрать xvm убрать возможность всяких модификаций чтобы еще пропали лишние читеры потому что читы установить в игре очень легко и и каждый из нас знает как называется мод пак с читами даже те которые им не пользуются знают как он называется все эти негативные вещи пропадут за один раз также еще раздражает всякие подпирания и урон по союзникам урон по союзникам просто выключаем а всякие подпирания нужно кидать жалобы чтобы люди сидели смотрели и разбирались и банили людей за то что они мешают друг другу играть если это случайно произошло там допустим кого-то выкинуло то никакого наказания но если человек специально находится в игре для того чтобы мешать другим нужно таких людей просто банить из-за того что не будет в игре xvm а также еще пропадут такие моменты как то что средние или слабые игроки мешают какому-нибудь играть фиолетовому просто потому что у нее фиолетовые циферки возле аккаунта также еще люди меньше будут негативить и отвлекаться в начале боя и писать в чатике все слив или все победа а будут больше сфокусированы на геймплее и на самой игре они на каких-то там разноцветных фиговинах в ушах команды следующий негатив который есть это прем танки прем аккаунт голдовые снаряды фугасы все это вместе нужно во первых фугасницы убрать из игры голдовые снаряды убрать из игры возможно оставить какие-то дорогие снаряды но чтобы их было очень мало в боекомплекте 5-10 штук там примерно фугасов можно было бы возить штуки два три четыре там пять максимум чтобы сбить захват или добить шотного который не вылазит из укрытия все больше фугасы и голдовые снаряды не нужны вообще после этого нужно будет провести полный ребаланс техники и посмотреть чтобы они все были сбалансированные это поможет в следующих шагах которые я сейчас назову для чего нужны сбалансированные танки потому что раньше картошки не нужны были танки сбалансированные потому что она за счет этого зарабатывала деньги но сейчас я хочу перевести игру в такое состояние чтобы она зарабатывала за счет того что и танки сбалансированные и так что нужно сделать дальше еще ходит поверье что прям аккаунт приносит какие-то тебе бонусы там вбр и там ты нагибаешь или что такое прям танки то же самое если там много прям танков всякие слабые игроки думают что ты все нагибатор батя отец нагибатор статист фиолетовый и так что мы берем мы берем просто переводим игру с бесплатной на абонемент скую такую вот плату как world of warcraft всякие дурачки дети там непонятные которые заходят бесплатную игру и алкаши старые которые заходят херми пострадать в игре они отсеются потому что у детей там 300 рублей в месяц не будет а у всяких алкашей они лучше бутылку купит все в игру будут заходить люди более-менее те которые нацелены играть они заниматься в игре херней человек который заплатил денежку он уже целенаправленно знает куда он пришел и для чего надо эту денежку чтобы месяц поиграть в картошку и таким образом если он куда-то уезжает ему не нужно будет платить потому что заплатил на месяц поиграл не хочет больше играть все он не платит потому что он куда-то уехал там отдыхать или по работе и у него не отнимает это никаких денег приехал опять хочет поиграть заплатил 300 рублей играй все и у всех будет одинаковый аккаунт и не нужно будет думать что ты там с прям аккаунтом без прям аккаунта все будет намного проще и доход будет постоянный но для этого для того чтобы люди платили деньги нужно будет делать нормальную сбалансированную игру это прошлый пункт нам поможет в этом и следующее нужно из игры как ни странно убрать прям танки нужно сделать так чтобы любой прям танк можно было сделать за деньги премиум ты заходишь в прем магазин покупаешь любого уровня какую-нибудь штучку которая делает прокачиваемый танк премиумным допустим зашел в прям магазин девятого уровня прям танк покупаешь заходишь в игру и выбираешь какой танк 9 уровня ты хочешь чтобы он был премиумный все можно сделать это на время либо навсегда это уже как там все равно что же делать с теми прям танками которые мы уже накупили да просто дать людям возможность выбрать столько прям танков сколько у них есть какого уровня выбрать столько же прям танков премиумными сделать те танки которые прокачиваемые прям танки которые выведутся из игры их нужно будет переделать рассылать на разные уровни сделать из них ветки и сделать их прокачиваемыми чтобы была возможность их прокачать если человеку нравится и сделать премиумным если он захочет таким Таким образом, в бою у нас не будет видно, кто играет на премиях, кто играет с прем-аккаунтом, кто играет без прем-аккаунта, голды не будет, фугасов почти не будет, фугасы и голда нужно будет в редких случаях, потому что их почти не будет в игре. А рта не будет раздражать, потому что она одна на бой. Игра будет спокойная, не раздражающая, никто в начале боя не будет писать там, что там XVM показывают победы, не победы. Все будут просто спокойно, нормально играть в игру, ради игры, ради победы и не будут заниматься хернёй. Дурачков всяких будет в игре меньше, всяких там детей непонятных, которые визжат там в тренировки, сделайте им отдельную игру, пусть они там дальше визжат, какая разница. Всяких там алкашей дурацких тоже не будет, они лучше за 300 рублей пойдут там какую-то боярки купят и будут там отдыхать по-своему. Но после этого нужно будет перебалансить нормально, привести все циферки в танках в порядок. Это не так уж и сложно. Картошка занимается сованием циферок 8 лет. Я посмотрел там мельком патчи, они каждый патч совают какие-то там камни на картах, циферки у танчиков. Это они делают 8 лет. Баланса как и не было, так и нет. Просто нужно эти все циферки взять все вместе и протестировать. Месяц, два там это времени не так уж и много займёт. Циферки совать там много мозгов не надо. Люди зайдут на тест, убрать у них все вот эти голду, шмолду, фугасы, сделать все по-нормальному. Они протестируют, сделать какое-то голосование там по 10 уровню. Довольны ли вы всеми танками? Как раньше по картам выводили, надо было проголосовать. Сделать то же самое по танкам. Нравятся все танки? Да, да. Нет, нет, какой танк не нравится, там апнули, понерфили. Быстро все это сделали, привели игру в порядок. Люди пришли, 300-500 рублей там за месяц отдали и играют спокойно в игру, а не в херню. Игра приносит каждый раз деньги. А разработчики занимаются разработкой игры, а не как ввести какой-то дебильный режим и как ввести какой-то мега премтанк, где его откопать там из недр земли, чтобы его ввести в игру. Следующее, вот эти все ЛБЗ, это просто позор. Мало того, что танки конченые и неинтересные за ЛБЗ, они просто никакие. Так еще и задания. Боже. Первые ЛБЗ это задания, которые портят игру. Вторые ЛБЗ. Разработчики говорят, мы исправимся и сделаем так, чтобы не портило всю эту игру, да? Правильно? Ага. И они вводят в ЛБЗ 2.0 задания, которые в первые 3 минуты нужно там стрельнуть сколько-то раз, убить тараном, себя убить тараном, разбиться там. Что это за задание? Вы что, угораете? В первые 3 минуты боя пробить 8 раз, в первые пару минут боя тараном нанести урон? Серьезно, это просто ехать и сливаться? Вы угораете, это вообще нельзя в игру добавлять эти задания. У нас в игре уже есть основное задание. Убить всех врагов или захватить базу. Просто эту надпись в начале боя вы сделали малюсенькой. И это основное задание уже никто не видит. Зато задание ЛБЗ вы на полэкрана сделали и за ним нихера не видно. Также еще всякие мелкие танки с механиками. Боже, да добавьте вы уже своему СТБ-1 кнопочку, как на шведских танках. В одном режиме он быстро ездит, в другом режиме он хорошо стреляет. Хватит мучить этот танк, он скоро там сдохнет и плесенью зеленой покроется. Маску ему там подлайтайте. Неужели так сложно циферку подкрутить? И так по каждому танку нужно пройтись и сделать их нормальными и интересными. Я первый патч, который посмотрел, открываю видос, обзор патча и там сразу меня обманули. Мне сказали, что СТБ будет танковать башни и его все в маску трахают. И вы хотите сказать, что эти изменения невозможны? Эти изменения были бы возможны, если бы игру изначально делали для геймплея. Сейчас разработчики ввязли в такое болото, что они сами боятся куда-то рыпнуться. И они продолжают по своему конвейеру выпускать говнопатчи. Они сами себя втянули в такое болото, что они не могут остановить свой конвейер, а то их вся компания лопнет. Им надо уже вот этот конвейер продолжать и продолжать. Это уже как наркотик какой-то 200 примтанков в час выпускать. И нужно сделать так, чтобы после всех этих ребалансов на картах были места дополнительные сделать. На зелени там, укрытия, объезды, переезды. Чтобы зелень была разнообразная, а не как на Париже. Это два бугорка и открытое поле. Над всем нужно работать в комплексе. Вся игра должна быть задействована. Везде нужно изменения в правильную сторону. А не так, что там пойдет, тяп-ляп, готово в релиз, премтанк новый. Все. Итак, вы думали, что это все, но это были только цветочки. Сейчас будет самое интересное, ради чего потеть в картошку. А давайте мы затронем отметки на стволах и ранговые бои. У всех же пригорала жопа от отметок. Когда ты уже набиваешь там практически 90% отметки и начинаешь там больше голды заряжать. Там уже фул голду зарядил. Думаешь, что ВБР против тебя, рандом против тебя. Ничего не получается. Жопа горит. Серебро тратится просто тонной в трубу. И ты все долбишься с этой отметкой. Ну бывает, что ты ее проще набиваешь. Бывает, что ты ее вообще просто там жопа горит. Просто капец. Так вот, давайте мы вот эту тему запомним, оставим. Затронем сейчас следующую и объединим вместе. Давайте затронем вторую тему. Это ранговые бои. Ранговые бои, как по мне, это полный капец. Это тот же самый рандом один в один. Только тебе после боя дают картинку в зависимости от того, сколько опыта ты получил и на каком ты месте в команде по опыту. Все. У меня такое ощущение, что в ранговые бои я играю все время, сколько играю в картошку. Потому что я всегда пытаюсь играть на какой-то более-менее нормальный результат. В силу своего скилла. Зачем мне заходить в отдельный режим и получать за то же самое, что я всегда делал в картинке после боя. Непонятно. Давайте две вот этих вот фишки в картошке объединим в одну. И сделаем следующее. Отметки раз в месяц сбрасываются. На одну, либо полностью. Но на мой взгляд лучше на одну. Допустим, вы набили за этот месяц одну отметку. И на следующий месяц вам дается возможность выбрать один из модулей, чтобы он был улучшенный. Якобы фиолетовый. Если вы набили две отметки, то на следующий месяц вы можете выбрать два модуля. И отметки с модулями, они на месяц закрепляются на вас. И в следующем месяце, если вы не повысили, а держите отметку на этих двух, то у вас все остается. Но если у вас планка упала ниже двух отметок, и вы не удержали свои две отметки в следующем месяце, то одна отметка у вас отбирается и остается одна. И один улучшенный модуль. Таким образом, если вы хотите на своем танке любимом играть и потеть, то вы держите на нем результат. Если вы на танке перестали играть, то на нем через месяц по одной отметке отнимается. И сбрасывается процент отметки до предыдущей. Не играйте на танке, танк стоит, запыляется, и тем самым покрывается плесенью. Все. Хотите опять играть на нем? Играйте, опять набивайте всю эту шляпу. Как по мне, это прямое поощрение за хорошую игру. Причем за постоянную хорошую игру. А не пошел, статисту заплатил, он тебе отметку набил, у тебя три эти хуйнюшки на пушке висят. Все. И еще немаловажный момент в игре. Очень сильно людям нравились развлекательные, интересные режимы, еще и с турнирами. Допустим, как гонки на чафе, или старый футбол, новый футбол, это помойка, потому что его сделали упрощенным. Фу. Не понравился вообще. Нужно делать то, что нравится людям. И не нужно вводить их часто. Прям по КД. Потому что они портят рандом. Люди из рандома переходят в этот режим, и в рандоме начинается вакханалия. Иногда делайте для разнообразия, там, на какой-нибудь праздник. Развлекательный режим. Там, гонки на чафе, там, футбольчики. Там, прикольно еще были ИС-360, там, на луне прыгали эти круглые танки. Было прикольно. Также еще такие вот режимы, как Королевская битва, я бы тоже хотел увидеть в игре. Чтобы люди знали, что они заходят в хорошую игру, в которой они получат геймплей, где их скилл будет цениться, где они будут понимать, за что они отдадут деньги. Чтоб не было никакого кидалова, все было прозрачно, чисто, четко, сбалансировано и играбельно. Также они еще могли в этой игре развлечься и получить какое-то удовольствие. Также еще можно было бы добавить какие-нибудь редкие ПВЕ миссии, боты уже в игре есть, чтобы они были сложноватые, и за прохождение них можно получать какие-то уникальные камуфляжи, кастомизации или обвесы на танк. Но чтобы они были редкие, не надо их делать 20 раз в минуту. Уже надоели все эти ваши акции, фига акции, марафон на марафоне. Хватит уже, дайте поиграть просто в игру. Если хотите, чтобы нас услышали разработчики, ставьте лайк, пишите комментарии, делайте репост. С вами был Варчик, играйте красиво, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok